Центр трансплантации органов и тканей В перспективе у врачей увеличение количества операций. Сейчас в листе ожиданий на пересадку почки числится 33 человека. Все лечение и операция, в том числе обеспечение необходимыми препаратами, бесплатное. По информации руководства больницы, прорабатывается договоренность о выделении денежных средств, чтобы проводить бесплатные диагностики рецепиентов на амбулаторном этапе. Потребность в льготах есть. В регионе 500 человек, кто получает заместительную почечную терапию. Чтобы увеличить количество диагностик, необходимо выделение 450 тысяч в год. Сумму изыщут из регионального бюджета и фонда ОМС. Обсудили вопросы с Сергеем Ивановичем относительно приобретения оборудования в рамках данной программы, в том числе компьютерный томограф, аппаратузия экспертного класса и ЦДУГА рентгенологическая с возможностью интервенции, что позволит нам приблизить данную медицинскую помощь к нашим пациентам. В этом году уже закупили генератор кислорода и наркозный аппарат на 7 миллионов рублей. Планы медицинского учреждения на этом не заканчиваются. На территории Центра специализированных видов медицинской помощи прорабатывают вопрос строительства нового корпуса в рамках государственно-частного партнерства. Впоследствии в новый большой корпус будет переведен Центр трансплантации. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ.